Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы поговорим об одной из основных философских тем, о философской антологии. Антология – это учение о бытии. Но исследование этого вопроса я начну с метафизического мышления, с вопроса о метафизическом отношении к миру. Потому что такое отношение, метафизическое мышление как таковое, и нужно для того, чтобы можно было сформировать какую-то антологическую концепцию. Термин метафизика сам по себе вообще употребляется в разных смыслах. Часто он употребляется в негативном смысле, как построение каких-то придуманных, ненужных никому конструкций. Но это не может быть определено как его единственное содержание. В действительности это понятие употребляется в философии в разных смыслах, в том числе оно несет на себе и позитивное содержание. Вообще сам термин метафизика был введен Андроником Радосским в III веке до н.э. для обозначения определенного раздела философии Аристотеля, который Андроником Радосским был расположен после физики Аристотеля. У самого Аристотеля порядок был иной, у него исследование общих философских вопросов предшествовало рассмотрению конкретных проблем устройства бытия, то есть тех проблем, которые исследуются с помощью часа научного знания. Но то, что сделал Андроник Радоский, не лишено определенного смысла, потому что расположив как бы по-другому, в отличие от Аристотеля, эти части его учения, Андроник Радоский тем самым подчеркнул, что философское знание стоит выше всякого частного научного знания, что это знание особого рода, и это знание, как я уже сказал, и необходимо для того, чтобы можно было сформировать какую-то антологическую концепцию. Сам термин «антология» происходит от сочетания древнегреческих слов «онтос» – «сущее» и «логос» – «знание». А главным вопросом антологии оказывается вопрос о сущности существующего, или вопрос о сущности сущего, как его формулировал Аристотель. Почему возникает этот вопрос о сущности сущего, что вообще вкладывается в термин «сущность»? Аристотель мыслил здесь таким образом, что вещи могут меняться в процессе их развития. Это является наглядным фактом. Ну, например, мы видим, что человек в процессе жизни стареет, он теряет определенные свои способности, приобретает какие-то другие способности, связанные уже с мыслительной и интеллектуальной деятельностью, но он все равно остается тем же самым человеком. То же происходит и со многими вещами. Вещи могут портиться, стареть, ржаветь, но они все же остаются теми же самыми вещами, пока не происходит их полное разрушение. Вот это заставляет поставить вопрос о том, что же определяет единство вещи в процессе, так сказать, всего ее бытия. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо сформулировать некоторые предположения о мире, предположения о том, как организован мир в целом. Ну, например, предположить, что за изменчивой реальностью находится какая-то более общая основа, что эта основа и определяет те процессы, которые происходят в мире, и в том числе и определяет условия того, что каждая вещь, изменяясь в своих несущественных свойствах, в своих существенных свойствах, качествах, тем не менее остается сама собой. Философия, пытаясь сформулировать какую-то антологическую концепцию, представление о мире в целом, ставит особые мировоззренческие задачи. Эти задачи связаны прежде всего с необходимостью получить какие-то устойчивые ожидания относительно того, что представляет из себя мир в целом. Ну, если, скажем, наука исследует какие-то отдельные области реальности, и хотя сами по себе эти области реальности тоже неисчерпаемы, то есть можно, так сказать, двигаться ко все более и более слоям реальности, исследуя, скажем, человека сначала на уровне простых движений, потом на уровне его биологической организации, тех химических процессов, которые в нем происходят, исследовать человека как социальное существо. То есть здесь тоже оказывается очень много разных отношений. Но в естественной науке горизонт видения ученого все равно так или иначе связан с какой-то перспективой практического использования научного знания. Пока понятия, которые формулирует фундаментальная даже наука, работают в практическом смысле, и пока, так сказать, теория оказывается в этом смысле убедительной, у самих ученых не возникают сомнения относительно правильности использования этих понятий. Но научное мышление – это не единственное, что требует человек в его запросах относительно мира. Человеку, скажем, нужно знать о том, сколь надежным является сам научный метод, сколь постоянным является мир в своих проявлениях. Для того, чтобы ответить на такие вопросы, нужно получить какое-то знание, которое превышало бы каждое частное отдельное научное знание. Вот этим, собственно, и занимается философия, и для этого строятся определенные философские антологии. Создание антологической картины мира – это и есть такая метафизическая рефлексия, в которой человек и мир рассматриваются в единстве, на основе некоторых базовых допущений, позволяющих сформулировать целостную концепцию связанного взаимного бытия. Той реальности, которую представляет сам человек, и той реальности, которую представляет внешний по отношению к нему мир. Значит, я подчеркну, что это реальность, в которую, в общем-то, вовлечен сам человек. Это как раз связано с горизонтом определенного практического отношения к миру, который нельзя исключить ни в научном мышлении, ни в философском мышлении, потому что так или иначе мы сталкиваемся не со всеми проявлениями мира, а мы сталкиваемся фактически даже в философских вопросах, формулируя наиболее общие отношения к миру, только с теми задачами, которые каким-то образом оказываются значимыми для человека. Ну, как говорится, если бы человек не боялся, что звезды погаснут, ему не было бы дела до звезд. Но он боится, он хочет, чтобы мир был постоянен в своих проявлениях, поэтому он пытается ответить на вопрос о том, в том числе, что есть звезды, почему светит Солнце и так далее. Два основных вопроса антологии. Это вопросы о том, что лежит в основе всего. Уже ясно, почему возникает необходимость ответа на такой вопрос из того, что я сказал. И второй вопрос – это вопрос о познаваемости мира. Вопрос о том, познаваем ли мир. Что касается первого вопроса, то решить его философы пытались разными путями с точки зрения, скажем, употребления такой категории, как категория субстанция, которая представлялась в философском мышлении как причина самой себя. То есть субстанция – это как бы такой уровень бытия с точки зрения философского мышления, причину возникновения которого искать уже нельзя. То есть это то, что является причиной самой себя. Потому что понятно, что если мы, познавая мир, начнем двигаться от одной причины к более глубокой причине, и будем без конца продолжать это движение, то мы попадем в так называемую дурную бесконечность. Мы всегда должны будем двигаться к более глубокой причине. Ну, чтобы выйти из этого круга дурной бесконечности, предлагается как бы два решения. Вот одно из решений как раз связано с тем, что вводится представление о некоторой субстанции, которая является причиной самой себя. И второе представление, которое здесь тоже нужно упомянуть, связано с идеей всеобщей взаимосвязи вещей и явлений действительности. Вот здесь как бы такая традиционная категория как субстанция фактически становится уже даже и не нужна, потому что получается, что мы мыслить начинаем по-другому. Мыслить начинаем в круге, так сказать, причин. То есть одна причина порождает некоторый эффект, этот эффект является причиной для другого эффекта. И таким образом мы можем исследовать мир, который представляет из себя законченную всеобщую взаимосвязь явлений, но мы никогда не можем найти некоторые исходные причины, которые лежали бы в фундаменте мира. Это вот то, что более отвечает диалектической концепции. Что касается познаваемости мира, то это, конечно, для человека очень важный по практическим соображениям вопрос, потому что мы должны иметь представление о том, до какой степени мы можем познать мир, до какой степени надежны методы научного мышления, которые мы используем в процессе познания мира. И ответ на этот вопрос связан с тем, что философы называют вопросом о единстве мира. Вот те философские концепции, которые признавали в той или иной форме единство мира, то есть, скажем, те, которые считали, что мир един, потому что он материален, это материалистические антологии, или те концепции, которые, наоборот, считали, что мир един, потому что он весь порожден некоторым высшим сознанием, некоторой идеей, скажем, как у Гегеля в системе объективного идеализма. Но все равно он един, потому что все, в конечном счете, сводится к одному началу. Вот эти философы, придерживающиеся таких точек зрения, они в основном считали, что мир познаваем, в силу того, что как раз он един. Но кроме монистических концепций, существуют еще дуалистические концепции. Вот это концепции, которые говорят о том, что существует два равнозначных начала, например, скажем, у Декарта. Это духовная субстанция и материальная субстанция, связи между которыми по существу определяются лишь заранее предустановленной гармонией в развитии каждой из этих субстанций. Были концепции плюралистические, которые вообще считали, что мир состоит из множества начал, скажем, монодология Лейбница. То есть есть какие-то единицы бытия, вот у Лейбница в этом плане очень интересная концепция, монады, и в каждый из монад, в каждой отдельной единице бытия заключена уже вся информация о дальнейшем развитии этой монады. То есть такая теория, которая может быть названа преформистской. Вот. И философы, которые в той или иной форме отрицали единство мира, они, в общем-то, часто выступали с позиций агностических, то есть, ну, таких полных агностиков, которые бы совершенно отрицали возможность познания в мире, то есть говорили, что вообще ничего познать нельзя. Философии мало, но философов, которые в той или иной форме видели ограниченность человеческого познания, очень много. Прежде всего, это как раз концепции, которые вот выступают с не вполне последовательных философских позиций. То есть они, с одной стороны, говорят об идеалистических началах мира, с другой стороны, признают материальное начало. Или вообще говорят о том, что мир сводится вот к тому восприятию, которое нам дают только наши ощущения. Ну, например, классический пример Беркли, который считал, что вот мир, это как раз не более, чем то, что воспринимает человек с помощью своих ощущений, и сформировать какую-то убедительную антологическую концепцию, то есть сказать, что мир существует без субъекта, без человека, для этого у человека, в общем-то, никаких оснований нет. Понятно, что выводы из такой концепции получаются агностические, то есть здесь заранее вводятся определенные пределы в распространении, в возможности получения человеком знаний о мире. Ну, было много других философов, например, Кант, который тоже говорил, что возможности нашего познания ограничены, мы можем научным методом исследовать только мир явлений, вот, а мир вещей самих по себе уже недоступен для нашего обычного познания, о нем мы можем делать только какие-то предположения. Далее, что еще можно подчеркнуть, когда мы говорим о бытии вот в таком общефилософском плане? Здесь я хочу построить свои рассуждения именно вот в смысле дали демонстрации того, насколько субъект, то есть конкретно человек, и человек как член общества может быть вовлечен в процессы, которые мы могли бы отнести к бытию. Вот у Аристотеля бытие понималось в четырех смыслах. Это бытие в себе, которое описывается категориями субстанции или сущность, качество, количество, отношения, действия, страдания, место, время, иметь покоится. Это бытие в потенции, то есть бытие, которое возможно наступит, а возможно и нет. Здесь Аристотель рассматривает такие проблемы, как проблемы различия, актуальные потенциальные бесконечности, проблему движения. третий вид бытия это бытие оксиденции, то есть это случайные типы бытия, которые по Аристотелю нельзя считать закономерно возникающими, такие виды бытия тоже есть. И, наконец, четвертый смысл бытия, это бытие, как истина, то бытие, которое принадлежит человеческому интеллекту. Это бытие по Аристотелю изучает логика. Но уже исходя из этих четырех смыслов бытия, видно, что человек тоже вовлечен сам в бытийственные процессы. Ну, что такое логика? Логика – это то, что производится человеком, мышлением, или что такое истина. Истина – это, опять же, является характеристикой наших знаний, мерой соответствия наших знаний действительности. Но все дело в том, что ведь то, что было произведено когда-то сознанием одного человека, становится потом достоянием общества, входит в культуру, это могут воспринять другие люди, это может стать фактом их сознания, и таким образом получается довольно неожиданный вывод, что, скажем, философская теория, вот, тогда, когда она уже где-то написана, тогда, когда она существует в культуре, несмотря на то, что она была произведена чьим-то сознанием, она же уже оказывается фактом бытия людей, то есть, это не только сознание, но это означает, что человек производит такие продукты сам, которые раньше бытием не были, но которые становятся бытием в силу определенных причин их распространения, причем это не только материальные продукты, в том смысле, что раньше, скажем, каменного рубила не было в природе, а когда человек его сделал, оно и появилось, но это также и продукты интеллектуальные, когда-то их не было, а когда-то они появились, и эти продукты могут стать всеобщим достоянием. Это вот вопрос очень интересный, который показывает, что человек, он сам вовлечен в процессы бытия мира, что благодаря его деятельности вещи не остаются в мире неизменными, то есть, сам мир меняется, его бытие, так сказать, изменяется. Но все же большинство античных философов понимали бытие именно как сущее, фактически различие между этими категориями в значительной степени не проводилось. И только уже современная философия, о чем я дальше скажу, более подробно начинает все более различать эти категории в том смысле, что сущее это то, что существует независимо от человека, а вот бытие это, в общем, уже нельзя определить как то, что существует в совершенно независимом от человека смысле, потому что бытие в обществе, скажем, это не то, что существует в независимом от людей смысле, в абсолютно независимом, потому что человек творит новые формы своего культурного бытия. Бытие природы в той мере, в каком общество взаимодействует с природой, получается тоже не вполне независимая от человека реальность. И вот в современных философских концепциях, в общем-то, ну, например, такой, как Хайдеггеровская концепция, отражается этот факт, что человек вовлечен в процессы собственного бытия. Ну, а вообще, если посмотреть на создание разных антологий исторически, то я хочу вам напомнить сейчас еще раз, что сначала во имя достижения объективного познания человек все же пытался достаточно долгое время построить такое знание о мире, такое представление о мире, которое претендовало бы на объективность, которое бы рассматривалось как представление, которое в принципе может дать объективную картину мира так, как он существует без познающего субъекта. Ну, вот, например, Фрэнсис Бекон боролся с призраками познания, о чем уже шла речь. Для чего это было? Это было направлено на идеал получения объективного знания, независимого от человека. Декарт, в отличие от Бекона, который развивал индуктивные методы познания, развивал дедуктивные методы, но все равно он стремился к очевидностям нашего ума, считал, что вот ум, рациональное мышление само по себе на интуитивном уровне может дать знание, которое является истинным, объективным знанием. Джон Лок, однако, далее начинает уже сомневаться в возможности достижения такого знания. Он различает первичные и вторичные качества. Если первичные, такие как протяженность, вес, относятся к характеристикам самого мира, то вторичные, такие как цвет, запах, относятся уже к... зависит уже от познавательных способностей самого субъекта. Юм формулирует скептический взгляд относительно понятия причины, ему принадлежит известная фраза пост-хост, но не проптор-хост, то есть после того, но не в результате того, в чем, значит, выдвигается сомнение, что то, что мы наблюдаем, что одни события происходят после других событий, в действительности не является гарантом того, что мы можем первые события рассматривать как причину вторых. Ну и, наконец, Кант, который разделил доступные нам качества внешнего мира, говорил, что доступные нам качества внешнего мира зависят от наших собственных форм чувственности и от категорий нашего рассудка. То есть вы видите, что философы постепенно двигаются как раз вот по этой линии, по линии понимания того, что субъект интерпретирует мир и он как бы оказывается включенным в те бытийственные процессы, которые разворачиваются в мире. Но Кант здесь, конечно, не поставил последнюю точку. После него были Гегель и Маркс, которые показали, да, они согласились с этим, что субъект воспринимает мир в зависимости от культурно обусловленных форм мышления. Но это как раз они считали и позволяет нам все же достигнуть некоторого объективного представления о мире, потому что мы можем раскодировать, как бы, когда мы познаем эти культурные формы, ту степень искажения, которую субъект вносит в процесс познания мира, и, следовательно, в конце концов достигнуть все же объективного знания. Одна из радикальных попыток построить новую антологию, в которой все же мы бы могли ответить на этот вопрос, на вопрос о том, в чем заключается надежность наших методов познания, исключить ненужный психологизм самого исследователя, была предпринята Эдмундом Гуссерлем. Вот как Гуссерль ставит свою методологическую задачу. При таком состоянии науки, говорит он, когда нельзя отделить индивидуальных убеждений от общеобязательной истины, приходится постоянно снова и снова возвращаться к рассмотрению принципиальных вопросов. То есть, это как раз вопросы научного метода, и Гуссерль начал с исследованием вопросов того, что скрывается за реальностью чисел, вот в философии арифметики, он сказал, что человеку доступны для непосредственного восприятия лишь простые числа, а то, что относится к сложным числам, это уже относится к области конструктивной деятельности сознания. Человек не может считать сложные множество, не изобретая какой-то формы счета. Но так или иначе, он пытался преодолеть вот этот субъективизм, выяснить причины, по которым человек не может непосредственно воспринимать мир, и создать все-таки некоторое представление объективное о мире, таков, как он есть сам по себе, вне познающего субъекта, для чего Гуссерлем использовался метод феноменологической редукции, которые заключаются в том, что сознание должно последовательно попытаться освободиться от содержательных образов, и тогда можно будет выйти к некоторым исходным смыслам, присутствующим в сознании и предшествующим его конструктивной деятельности. Ну, далее Гуссер отказался от наивного идеализма, и в своих логических исследованиях он уже напрямую занялся вопросом о конструктивной деятельности сознания, то есть вопросом о том, как человек конструирует научные понятия. Здесь он выдвигает категорию интереса, интенциональности, предмета, на который направлен человеческий интерес, и говорит о том, что вся конструктивная деятельность сознания связана с нашей как раз заинтересованностью в отношении к миру, в силу этого выделяется предмет познания, и человек осознает через это свою связь с ограниченной областью мира и в то же время с бесконечностью, потому что отграничить какие-то пределы познания, это значит в то же время установить некоторую связь с бесконечностью. Это, безусловно, очень важная философская проблематика, я сейчас не могу подробнее на этом весьма специальном вопросе останавливаться, но в методологическом плане Гуссруль оказал огромное влияние на все последующее развитие современной философии, это и, скажем, на тот же экзистенциализм, Хайдеггер был его учеником, это на вообще некоторые тенденции, которые развиваются в нашей современной культуре. Но вот для чего я об этом вам говорю, чтобы показать, к чему же Гуссруль пришел в результате применения этого своего метода. Пришел он к идее о том, что мы живем в мире сконструированным нашим сознанием, в том числе это можно отнести к антологическим конструкциям, которые создает человек. И Гуссруль говорит о том, что это условие развития европейской философии породило ситуацию массового скептицизма что ли в познании, что лишило философии ее того первоначального смысла, который, скажем, был ей присущ тогда, когда действовали античные философы, а это именно смысл, заключающийся в непосредственном видении мира, так как он может быть представлен, представлены его основы еще до того, как человек развернул массовую конструктивную деятельность, основанную на возможностях его сознания. Гуссруль говорит, что духовные битвы европейского человечества как такового разыгрываются как битвы философии, а именно как сражение между скептическими философиями или нефилософиями, ибо они сохранили лишь название, а не задачу, и действительными еще живыми философиями. Живая же философия это, с его точки зрения, возрождающаяся метафизика, универсальная философия, самораскрывающаяся разум человека. Видите, здесь метафизика употребляется в позитивном значении, и Госфорс считает, что нам не удастся преодолеть тот духовный кризис, с которым столкнулось современное человечество. А в чем заключается духовный кризис? Как раз в том, что пропадает вот то значение абсолютного, которое было очень важно для античной философии, а тогда, когда из жизни пропадают абсолютные начала, вроде бы не остается и оснований для уверенности в своей жизни, уверенности в своем поведении, не остается оснований для наших нравственных идей. В общем, действительно получается определенная ситуация кризиса. То есть Гуссель, вроде бы начав с изучения научного метода, в конце своей жизни сформулировал понятие жизненного мира, обратился к его исследованию и пришел к выводу, что без метафизического отношения человека к миру ему существовать нельзя, ему нельзя преодолеть определенный духовный кризис. То есть метафизика здесь употребляется во вполне позитивном плане, в том, что может нам дать такое знание о мире, которое другие науки дать как раз не могут. И я думаю, к этим идеям нужно отнестись с большим вниманием, хотя, конечно, Гусарль в какой-то степени не прав, в какой степени не прав, в том плане, что он не понимает, что человек способен сам формулировать абсолюты, он способен формулировать идеи об абсолютных ценностях, исходя из своих относительных знаний. Ну, например, так, как в конце концов человечество пришло к выводу о том, что права человека являются абсолютной ценностью, что их нельзя нарушать ни при каких условиях, даже если это обещает какие-то экономические выгоды и так далее. Что есть такие принципы, которые, допустим, принципы высшей ценности человеческой жизни, которые мы должны учесть в биоэтике, не потому, что эти принципы кем-то другим нам даны свыше, так сказать, а потому, что мы сами силой своего сознания можем прийти к необходимости утверждения этих принципов как абсолютных начал нашей жизни. Но, так или иначе, несмотря на вопрос о том, что есть положительного, что есть отрицательного в философии Гуссерля, его позиция очень показательна в том плане, что, начав с желания как бы устранения субъекта, получения объективного знания о мире, он пришел в итоге своей философии к выводу о том, что устранить субъекта получается невозможно, что мир, так сказать, отношение к нему всегда наше заинтересованное отношение, и для того, чтобы ориентироваться в мире, надо иметь такое понятие, как жизненный мир. И, в общем-то, дальнейшее развитие философии современной, оно как раз идет по этому направлению, то есть, как я уже сказал, понятие бытия, скажем, в философии Хайдегера, в философии Гуссерля, в философии многих других современных философов, оно решительно отделяется от категории сущего. И тут есть большая истина, потому что, ну, бытие человека, как таковое, является общественным, это понятно. мы живем в обществе, вот, но общественный процесс жизни общества не существует без активности людей. Это вот и Егель, и затем Маркс очень хорошо показали в своих исследованиях. Но если так, то можем ли мы вообще говорить о мире, вот, как таком образовании, которое для нас как бы существует совершенно в независимом от нас смысле слова. Понятно, что, например, история, она имеет свою логику развития, она шла своим путем, в ней были определенные события, но для каждого отдельного человека, для меня, вот, для вас, кто сейчас слушает эту лекцию, важно не то, как действительно шла история, ну, хотя важно, конечно, но фактически мы предпринимаем какие-то наши решения, выносим наши суждения в соответствии с теми представлениями, которые мы имеем об истории. А это уже, конечно, весьма субъективное образование. Вот, ну, и подобное рассуждение можно было бы продолжить. Вроде бы, природа существует в независимом от человека смысле, но это тоже оказывается не вполне так, потому что какие нас интересуют природные явления? Вот, те природные явления, в которых, опять же, мы можем найти какие-то, либо которые мы можем исследовать с точки зрения конструктивной, для того, чтобы преобразовывать природу, создавать новые вещи, это определяет наш интерес к природе в соответствии с такой прагматической необходимостью, в соответствии с тем, что человек развивает общественное производство. Либо мы можем пытаться найти в природе, как вот стойки пытались сделать, основания для решения более общих мировоззренческих вопросов. Скажем сказать, все в природе стремится к сохранению своего состояния, значит, и мы должны стремиться к сохранению своего состояния. То есть, и природа фактически получается в общем-то в современных философских концепциях не существует в совершенно независимом от человека смысле. Человека интересуют в природе строго определенные явления, закономерности с точки зрения его общих мировоззренческих задач, которые он решает, и с точки зрения тех конструктивных задач по развитию производства, которые он решает. Так вот, это рассуждение я провел для того, чтобы показать вам недостаточность что ли ленинской категории материи, потому что когда строятся философские антологии, понятно, что все философы апеллируют некоторыми общими понятиями, такими как понятие дух, материя, отношения, часть, целое, само по себе так сказать представление о том, как сочетаются эти понятия, может быть различным, но все же о том, что это такое, у всех имеется какой-то общий смысл, иначе бы просто философы не смогли общаться, не могли бы развивать свои философские концепции. Так вот, строя свой тип, так сказать, решения философских вопросов, Ленин попытался дать определение материи исключительно как гносеологической категории. Известное определение, материя есть философская категория, для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существую независимо от них. Все правильно, ничего против этого сказать нельзя, и вроде бы не совсем правильно, почему не совсем правильно? Потому что основным качеством материи здесь утверждается просто свойство быть объективной реальностью, но при этом теряется всякое конкретное антологическое содержание. И такое определение фактически фиксирует лишь наиболее общее противопоставление, то есть субъект носитель сознания, мир объект отражения. И все. И это определение ничего не дает для ответа на тот вопрос, над которым думали философы с самого начала возникновения философии, то есть на вопрос о том, что есть сущность сущего, ну и что, что нам противостоит объективной реальность, ну и что, так сказать, что эта объективная реальность воспринимается нашим сознанием и с той или иной степень достоверности копируется, фотографируется, отображается. Я-то хочу знать, строя философскую антологию, не это, я хочу знать ответ на вопрос о том, сколько постоянен мир, куда он развивается, что меня, так сказать, ожидает в этом мире, а для этого столь общее гносеологическое понятие фактически ничего дать не может. И, собственно, вот с этим связаны возражения, которые современная философия развивает в плане этой традиционной категории материи. Фактически, в культурной реальности, в современных философских теориях, я считаю, что в качестве основополагающей категории все более употребляется категория бытие. Но бытие именно отличается от понятия сущего, потому что в бытие оказывается вовлечен сам субъект. Вот, конечно, для того, чтобы представления о материи менялись, сначала материя понималась как вещество, потом физика столкнулась с новым видом материи, с полем. Но так или иначе, если я хочу построить антологическую картину мира, имеющую значение для моей ориентации в мире, я должен что-то содержательное сказать о материи, как я ее представляю, скажем, что материя может быть представлена как вещество, это то, из чего состоят вещи. Есть другой вид материи, это поле. Поле не есть вещество, но, так сказать, в зависимости от полей, свойства вещей, которые находятся в пределах данных полей, меняются и так далее. Само поле состоит из каких-то элементарных частиц, в общем, но это уже зависит от характера этого поля. Некоторые поля известны в физике, их природа, скажем, электромагнитного проанализирована, некоторые неизвестны, скажем, природы гравитационного поля. но все равно я должен дать какие-то содержательные определения, если я хочу построить такую философию, которая в какой-то степени отвечала бы мировоззренческим запросам человека. Ну, и вот в этом смысле я хотел бы предложить вам такое неожиданное определение категории бытия. Я считаю, что бытие, вот, то есть предмет, чем занимается философская антология, может быть определено как утверждение человеком предметных оснований своего бытия. Значит, бытие утверждение человеком предметных оснований своего бытия. Неожиданное, казалось бы, определение, потому что оно выглядит тавтологично, но все философские определения, в общем-то, страдают этим недугом, они являются тавтологичными. И в действительности оно не вполне тавтология, потому что утверждение предметных оснований это что означает, вот это очень важно понять? Это превращение внешнего мира в предмет, предмет деятельности, предмет познания. Когда я превращаю вот внешний объект просто противостоящий мне мир в предмет, я произвожу уже очень важную операцию. Я, так сказать, отграничиваю область моего интереса действительно, как Гусар говорил, я начинаю заниматься этим предметом, исследовать его и так далее, и так далее. Теперь я перехожу ко второму вопросу, к вопросу о движении. Движение одно из фундаментальных философских понятий, одно из фундаментальных философских категорий, потому что, собственно, первое, с чем мы сталкиваемся, когда наблюдаем мир, это с вопросом о том, что в мире что-то происходит, что в нем все меняется, что в нем так или иначе есть движение. Поэтому, естественно, что философская мысль начинает далее развиваться с точки зрения того, как мы можем описать движение, как мы можем понять движение и прочее, какие мы можем видеть причины движения. Вот здесь были предложены разные энтологические конструкции. Скажем, такой философ, как Анаксимандр, считал, что движение это вечное движение начала, обладающее страшенством над влагой, и от него одно рождается, другое уничтожается. То есть, движение это как бы вечный процесс, мир динамичен, он постоянно находится в движении. Ему противостоит иная концепция, концепция парменида, которого я уже упоминал в прошлых лекциях. Для него бытие, наоборот, едино, неподвижно, замкнуто в себе. То есть, как бы в отличие от Анаксимандра, его бытие и в отличие от Гераклита, который тоже был близок к Анаксимандру, вот в представлении об изменчивости мира, у парменида бытие не поток, а лед. В нем, соответственно, никакое движение невозможно с точки зрения парменида, потому что бытие это плотный шар, в нем нет пустоты, ничего не может передвигаться. Эмпидокл попытался объединить две противоположные точки зрения. Он говорит, признает и изменчивость, и неизменность мира, но в разных частях и отношениях. Мир не изменен в своих корнях, в пределах круга времен, но изменчив на уровне вещей и внутри круга времен. вот это очень показательная позиция для многих античных философов характерная, скажем, и для Аристотеля, в какой-то степени для Платона, то есть основание мира, некоторое, фундамент его не изменен, но мир может отклоняться от этой первоосновы, развиваться и потом снова возвращаться к этой первооснове. Ну, несмотря на некоторую элементарность этого воззрения, здесь все же схвачена очень важная характеристика, что движение включает в себя и, как таковой, элемент покоя и элемент изменчивости, то есть движение связано с тем, что осуществляется переход от одного местоположения к другому местоположению, но тело все равно какой-то небольшой промежуток времени вот в интегральной теории интегралов высшей математики это, в общем-то, показано, находится в данном участке пространства. Для утверждения движения как вот свойства мира Аристотель предлагает такое рассуждение. Он говорит, что отрицание вечности движения приводит к противоречию. Движение предполагает наличие движущихся предметов, которые в свою очередь или возникли, или же существовали вечно, неподвижно. Но возникновение предметов есть тоже движение. Если же они покоились вечно, неподвижными, то тогда непонятно, почему они пришли в движение, не раньше и не позже. Ну вот в этом рассуждении уже можно увидеть начало диалектического мышления, что поскольку так сказать движение существует, оно не может возникнуть ниоткуда, непонятен был бы момент самого возникновения в таком случае движения. Вообще в понимании интерпретации движения существуют две концепции. Одна может быть характеризована как метафизическая концепция, она сводит движение лишь к одной из его форм, к механическому перемещению. А вторая диалектическая концепция, которая рассматривает движение как противоречивый процесс, в котором сочетаются моменты устойчивости и изменчивости. Она рассматривает движение как атрибут материи, то есть как постоянное неизменное свойство материи, которое у нее отнять нельзя. Вот здесь уже термия метафизика начинает употребляться в негативном смысле, то есть метафизика это упрощение, это создание представления, в котором нет понимания противоречия движения, нельзя понять источник движения, развития, метафизика не видит, не понимает мир, как находящийся в таком динамическом равновесии, в силу того, что он представляет из себя противоречивую сущность. И вот один из философов, который считается собственно развившим диалектику в наиболее таком развитом виде, это Гегель, конечно, говорил о движении именно как атрибуте материи, точно так же, как нет движения без материи, так не существует материи без движения. Ну, конечно, я думаю, более права диалектическая концепция, хотя здесь остаются сложности, связанные с, опять же, этой дурной бесконечностью, с непониманием того, почему происходит элементарное движение, но я думаю, что это в действительности сложностями не является, потому что мы живем в мире, который мы не способны до конца постичь, и вообще, видимо, никто не способен до конца постичь. Мы можем говорить только, так сказать, о проявлении его некоторых общих закономерностей, законов, с которыми мы сталкиваемся, тогда, когда начинаем изучать каждую данную конкретную область этого мира. Важным вопросом, касающимся понимания природы движения, является вопрос о классификации разных форм движения. Вот здесь наиболее такая важная развитая методологическая база была предложена Фридрихом Энгельсом, когда он ввел понятие формы движения материи и ввел понятие материального носителя, который соответствует каждой форме движения материи. Вообще, интерес Энгельса к этой проблеме был связан с вопросом классификации наук, а тогда, когда во времена Энгельса как раз развивались, очень прогрессировали позитивистские учения, учения Конта, в частности, который просто расположил науки для удобства их изложения, как физику, химию, не говоря о каком-то более глубоком основании классификации наук. Энгельс говорит, что такая систематизация может быть удобна лишь для преподавания, но не более. Надо найти какое-то убедительное основание для классификации разных наук. И первоначально Энгельс выявил в качестве такого основания энергию. Вот, соответственно, получилась механическая форма движения материи, физическая, химическая, здесь представлены разные энергии, но уже для такой науки, как биология, на основе одной энергии провести убедительную классификацию было нельзя, потому что энергия присутствует в биологии, живые существа используют разные виды энергии, и здесь требовалось какое-то иное основание для классификации. И тогда Энгельс, в общем-то, не отказавшись в целом от своей идеи, что каждая форма движения материи обеспечена какими-то особыми видами энергии, в то же время предложил более дифференцированное еще понятие, это понятие материального носителя, у него получилась вот такая схема. Формы движения материи механическая, материальный носитель, масса, физическая молекула, химическая, атом, биологическая, белок. для социальной формы движения материи, которая изучается общественными науками, соответственно, Энгельс не предложил определенного материального носителя, но я думаю, что продолжая его логику рассуждения, все-таки можно сказать, что таким материальным носителем является группа людей, но не маленькая локальная группа, а достаточно большая группа, которая оказывается способна осуществлять производственную деятельность и транслировать опыт своей культурной жизни от поколения к поколению. Тогда, когда мы сталкиваемся с исследованием общества, прежде всего мы сталкиваемся именно с что общество допустим отличает от какой-то животной группы, это то, что люди могут совершать, осуществлять орудийную производственную деятельность и то, что они транслируют свой опыт благодаря передачи его от поколения к поколению через какие-то культурные символы. Вот здесь, следовательно, такая группа может быть, на мой взгляд, выделена в качестве материального носителя, отвечающего социальной форме движения материи. И что очень важно, Энгельс также показал способы сочетания, объединения, даже точнения, различных форм движения материи. Он выдвинул для этого два принципа. Принципы эти такие, высшие формы включают в себя низшие, и второй принцип, высшие формы не сводятся к низшим. Не сводятся к низшим. То есть, например, биологическая форма, она включает в себя и физическую, и химическую, и механическую. Вот, она использует энергию, присущую этим формам, то есть, низшие формы как бы обеспечивают энергетические потребности высшей формы, но она не сводится к этим формам, то есть, это непростое механическое объединение, потому что каждая новая форма обладает своей спецификой, своей качественной особенностью, присущей уже только данной форме. Собственно говоря, те механизмы, например, благодаря которым общество использует различные виды энергии, они уже определяются не самими видами этой энергии, это понятно, а используются тем, как именно организовано общество, какое оно способно развить орудийную деятельность. Ну и теперь наш последний вопрос, это вопрос о развитии и тех законах, с помощью которых развитие может быть описано. Ну, сначала дадим некоторые исходные определения. Значит, я думаю, что развитие это процесс качественных, направленных, необратимых изменений. Качественных, направленных, необратимых изменений. То есть, тогда, когда мы сталкиваемся с развитием, мы не можем уже повернуть время вспять, не можем, скажем, превратить лед обратно в воду, так как это имеет место в процессе иных качественных преобразований. Развитие уничтожает старые формы и оставляет простор развития новым формам. Важная характеристика является также направленность. Это, кстати, в философии порождает массу телеологических концепций. То есть, всегда кажется, что что-то развивается к заранее установленной цели. Это и есть телеология. Но в действительности это вопрос спорный, потому что развитие можно представить и как совершающееся по другим причинам. Например, оно может быть связано с адаптацией живого организма к каким-то условиям обитания, приспособлением его к этим условиям обитания. В таком случае этот живой организм также будет вырабатывать эволюционно органы, которые более отвечают в среде его обитания. И внешне это, конечно, будет выглядеть как движение в сторону определенной цели. Но вполне возможно, что механизмы здесь действуют другие. Например, такие, как описано в теории Дарвина и в современной эволюционной теории на основе идей неопределенной изменчивости, отбора, группового отбора и так далее. Далее можно определить такое понятие как прогресс. Прогресс, я думаю, это развитие, в котором происходит усложнение форм организации. А регресс, наоборот, процесс, связанный с разрушением сложных структур, образованием более простых форм. И то, и то, в общем-то, может быть характеризовано как развитие. То есть, в развитии иногда, правда, я думаю, не очень часто, мы сталкиваемся, например, опять же, в процессе эволюции живых организмов, не только с усложнением форм их организации, но и с упрощением их организации. Тогда, когда свойства среды остаются постоянными, тогда, когда нет врагов, так сказать, и нет необходимости эволюционно эволюционно не поддерживается развитие каких-то более дифференцированных, более сложных органов, необходимых для превентивной вооруженности, для адаптации к среде и так далее. Но, в большинстве случаев, все-таки, я думаю, развитие идет с усложнением структур. это обусловлено с одной стороны энергетическими причинами, то есть, для того, чтобы сформировать какие-то органы, надо, так сказать, растратить некоторую энергию. Но растраченная энергия должна быть восполнена, поэтому тогда, когда, допустим, если приводить пример с обществом, общество осваивает новые виды энергии, оно в то же время и растрачивает эти виды энергии, формирует новые виды деятельности, от которых люди уже не могут отказаться. Для энергетического обеспечения этих видов деятельности нужно искать новые виды энергии, то есть, нужно постоянно развивать новые новые виды деятельности для того, чтобы энергетически поддерживать гомеостаз, так сказать. Ну, в обществе это все видно в явном виде, но, возможно, и в праворазвитии природных объектов действуют такие же в целом закономерности. То есть, процесс развития не может прекратиться, он имеет всегда такую некоторую линейную направленность, линейную направленность, и он связан с негантропийной так называемой деятельностью, то есть, деятельностью, которая противостоит тенденции мира к хаотическому движению, то есть, наоборот, если говорить по Виннеру, всякий мир стремится к антропии, к хаосу, а всякая упорядоченная деятельность стремится иметь негантропийную направленность, то есть, она стремится противопоставить хаосу некоторую упорядоченность. Но, опять же, все это, оказывается, явно видно в основном применительно к человеческому обществу. Здесь в явном виде мы можем рассуждать о некоторых механизмах развития. Что касается развития природы, то здесь есть масса философских концепций, скажем, такие как преформизм, которые, опять же, считают, что все развитие заключено в исходном ядре живого организма или даже вся информация о Вселенной заключена в исходном ядре Вселенной. Есть такие концепции. к ним можно отнестись с той или иной долей вероятности. Я еще раз говорю, что я, например, всегда очень осторожно делаю выводы о тех вещах, которыми мы не можем владеть. Лучше все-таки рассуждать о тех вещах, которые в большей степени нам доступны. И особенность, так сказать, учения развития как раз заключается в том, что и основные законы развития, сформулированные Гегелем, они были созданы именно прежде всего на основе анализа развития общественной реальности. То есть, как раз того, что человеку в большей степени является доступным для исследования и наблюдения. А законы эти такие. это закон перехода количественных изменений в качественные, как бы первый закон диалектики, закон единства и борьбы противоположностей и закон отрицания отрицания. Или, как его еще иногда называют, закон диалектического синтеза. первый закон вскрывает как бы механизм развития с точки зрения его простой внешней формы. В развитии мы всегда сталкиваемся с тем, что происходят какие-то качественные и количественные изменения. Второй закон говорит о сущности развития. Сущность развития, причина развития заключается в том, что происходит борьба противоположностей. И, наконец, третий, самый сложный, пожалуй, для понимания закон фиксирует уже не частную, а общую форму развития. Он как бы говорит об итогах, к которым может прийти в своем развитии некоторая целостная система. Теперь я характеризую это более подробно. Действительно, когда мы говорим о развитии, мы можем указать массу примеров перехода количественных изменений в качественные. Вода превращается в лед при нагревании, затем лед превращается в пар, затем пар фактически превращается в газ после температуры выше 650 градусов в пароперегреватели, после температуры насыщения так называемой, он уже не проявляет свойства пара, то есть его нельзя сжать, им обратить обратно в воду. То есть это новое качественное изменение. Количественные изменения выглядят как постепенное накопление или прибавление каких-то воздействий, эффектов. Существует определенная связь между качеством и количеством. мы можем воздействовать на какой-то предмет, изменяя, скажем, температуру, изменяя другие условия его существования, и предмет внешне не будет изменяться, но лишь до определенной меры. Тогда, когда мера будет превышена, произойдет скачкообразное качественное изменение, и предмет будет уже проявлять радикально другие свойства. То есть, если попытаться дать определение, Гегель говорил, что качество это и есть внутренняя определенность вещи. Качество связано с устойчивостью основных свойств. Пока основные свойства сохраняются, сохраняется и данное качество. Например, сколь бы автомобиль не старел, так сказать, ржавел, пока он способен ездить, перевозить грузы, пассажиров, выполнять другие функции, он все же остается автомобилем. Когда он ржавеет, уже не может ездить, он приобретает новое качество, становится просто грудой металла. Или если изменились другие условия, скажем, автомобиль еще не состарился, но морально устарел, эксплуатировать его в данных условиях уже невыгодно, тогда он все равно количественные изменения здесь выражаются в том, что изменились внешние воздействия, условия, так сказать, эксплуатации данного автомобиля. Тогда он тоже может поменять свое качество, например, он может стать музейным экспонатом, и даже очень дорого стоить, но все равно он уже фактически потеряет свое качество как качество транспортного средства. Количество Гегель определял как внешнюю определенность вещи, то есть вот в самом определении это связывается с некоторыми соответственно внешними воздействиями. А вот отношение определенного качества к определенному количеству фиксируется категорией мера, то есть мера есть отношение определенного качества к определенному количеству. До тех пор, пока мера сохраняется, предмет существует в рамках данного качества. Когда мера нарушается, предмет соответственно переходит в иное качество. Это так, как представлен нам процесс развития с точки зрения своей простой внешней формы, но это то, что фиксируется данным законом, но это еще ничего не говорит о причинах развития, так сказать, о причинах того, почему происходят качественные изменения. На этот вопрос отвечает, то есть логику ответа на данный вопрос показывает другой диалектический закон, это закон единства и борьбы противоположностей. Он говорит о том, почему происходит развитие, то есть это сущность, вскрывается сущность развития. Оно происходит потому, что каждая система представляет из себя некоторый равновесный баланс противоположностей. Противоположности вступают во взаимные отношения друг с другом, они борются, потому что тенденции их развития оказываются несовместимыми в силу каких-то выявленных в них причин, выявленных в их развитии закономерностей. Значит, каждая из противоположностей сама по себе может быть представлена как противоречивое явление, в ней самой может быть найдено определенное условие, почему эти тенденции проявляются. Но, как я уже сказал, диалектика не претендует на то, чтобы, так сказать, до конца исследовать реальность в смысле ее полного описания. Этого мы сделать не можем по многим причинам, потому что ограничены наши технические методы познания, ограничены наши временные параметры, бесконечен мир. Но это ничуть не умаляет значение данного закона, потому что в каждом конкретном случае, когда мы беремся за исследование какой-то реальности, мы, тем не менее, можем сказать, что развитие происходит по определенным причинам, и причины эти вызываются тем, что имеет место борьба противоположных начал. Ну, можно сказать, что это основной закон диалектики, потому что он именно вскрывает причину развития. Почему же происходит качественное изменение? На каком-то этапе своего развития система достигает такого напряжения в борьбе противоположностей, когда возникает развитая противоречия. Это противоречие должно быть разрешено, то есть система уже не может существовать в старой форме. Для того, чтобы открылся простор дальнейшему развитию, требуется перестроить все внутренние связи данной системы. Перестройка внутренних связей системы, изменение структуры, а структура – это связь между элементами системы, это и есть качественное изменение. Когда происходит качественное изменение, система организуется на основе некоторого нового системы, образующего принципа, противоречия, борьба которых достигла высшего напряжения, накала, противоположности, снова приходят в некоторое относительное единство, и система далее продолжает свое развитие в рамках этого единства. Достат может продолжать свое развитие достаточно долго, пока не выявятся новые противоречия, пока противоположности снова не наберут свои силы, не вступят в открытый конфликт, и существование системы в рамках старой формы станет невозможным. Все это очень хорошо иллюстрируется общественным развитием. Когда-то капитализм, как новая форма производственных отношений, постепенно возревал в недрах феодализма. Возникло противоречие между новым классом буржуазии, которая выступала носителем нового способа производства, и старым классом феодалов, которые боролись за свои феодальные привилегии, которые не хотели применять денежные средства для возрастания стоимости, не хотели их вкладывать в предприятия капиталистического типа, использовали их для других целей, например, для того, чтобы нанимать отряды вооруженных людей, которые позволяли бы выкачивать все ту же старую феодальную ренту. Постепенно накапливающие противоречия приводят к социальной революции, в результате которых система организуется на базе новых производственных отношений, то есть на базе нового системы организующего принципа, и получает новые возможности для своего развития. Это вкратце то, что можно сказать о законе единства и борьбы о противоположности. Принципиальным здесь является сочетание этих двух моментов, то есть устойчивости, единства противоположностей и момента их борьбы. Опять же, единство является относительным, а борьба является абсолютным, потому что даже в моменты, когда существует относительное единство, борьба противоположностей все равно не прекращается, она все равно продолжается. Ну и третий закон, наверное, самый сложный для понимания, потому что он фиксирует общую форму развития, это закон отрицания-отрицания, или, как я уже сказал, закон диалектического синтеза. Почему закон диалектического синтеза, я сейчас попытаюсь разъяснить. То есть этот закон говорит уже не просто о причине развития, а как бы пытается определить, каким итогом может прийти развитие. То есть что мы можем сказать о процессе развития, если мы будем исследовать, ну, только развитие не всего вообще мира, не всей Вселенной, а опять же развитие некоторой материальной системы, конечно. Что мы можем сказать об этой системе с точки зрения этапов, которые она проходит в своем развитии. Что мы можем сказать об этой системе, попытаясь определить завершающую, если попытаемся определить завершающую, зрелую стадию ее развития, есть ли у нас какие-то основания для того, чтобы выработать такие критерии зрелости. Ну, в общем-то, получается, что некоторые основания есть, хотя их, опять же, нельзя понимать в абсолютном смысле. Значит, дело в том, что в процессе развития противоположности часто меняются местами. Это вот тоже одна из закономерностей. То есть та противоположность, которая вроде бы в системе ранее занимала угнетенное положение, подчиненное, точнее, положение, вдруг в результате качественного изменения становится, наоборот, господствующей противоположностью. На базе этой противоположности организуется то, что можно назвать новым системообразующим принципом. А та противоположность, которая была ранее господствующей, наоборот, занимает угнетенное положение. Ну, опять же, это все можно наглядно наблюдать на примере общественной реальности. Скажем, буржуазия, которая в феодальном обществе была третьим сословием и, в общем-то, занимала подчиненное положение, в результате буржуазной революции, становится господствующим классом. Она выступает носителем нового способа производства, она организует новую систему. Но почему, почему так все это происходит? Почему противоположности меняются местами? Вот здесь для понимания сути этого закона важно понять, что такое диалектическое отрицание. Сам закон, видите, связывается с этим понятием. Диалектическое отрицание – это отрицание с сохранением положительного. То есть отрицание вроде бы не полное, а отрицание, которое оказывается необходимым для того, чтобы продолжилось развитие. Но без отрицания обойтись, вообще говоря, нельзя. Понятно, что для того, чтобы построить новое здание на этом месте, на каком-то месте надо разрушить старое здание, для того, чтобы освоить какие-то новые виды энергии. Часто приходится жертвовать какими-то иными природными богатствами, допустим, уничтожать леса или уничтожать пахотные земли. Это все, я думаю, предельно понятно. Но это все-таки не такое отрицание, которое не является диалектическим. Отрицание, которое есть не диалектическое отрицание – это, в общем-то, простое разрушение. Как говорил Фридрих Энгельс, да, конечно, есть такие не диалектические отрицания. То есть, если вы, допустим, раздавили жука или что-то полностью разрушили, вы произвели, конечно, отрицание. Но это отрицание не является диалектическим, потому что вы уже не оставляете никакой возможности для дальнейшего развития. А чтобы возможность для дальнейшего развития осталось, отрицание должно быть проведено именно так, чтобы сохранилось что-то положительное. Пусть не в смысле вашего индивидуального существования, но что-то положительное от вашей жизни, допустим, осталось в культуре человечества, то, что могут использовать другие люди. Развитие не обязательно продолжается по какому-то одному основанию, завершившись по одному основанию, оно может продолжиться по другому основанию. Это не исключает диалектическая концепция развития. Но отрицание должно быть именно проведено как диалектическое отрицание. Но почему должно быть второе отрицание? То есть, почему закон называется отрицанием-отрицанием? Вот это связано с условиями развития системы в направлении целостности и условия это заключаются в том, что возникнув, какая-то система новая пытается развиться к своей целостности, то есть она имеет как бы желание, цель, пусть не обязательно сознательную цель, но цель так или иначе представлена, допустим, на уровне условий энергетической организации данной системы. Но это может быть и сознательная цель, допустим, если мы говорим о развитии какой-то научной теории. Это цель прийти к некоторому завершению. То есть, скажем, если речь идет о научной теории, то это цель создать целостную теорию, включить в нее как можно большее число элементов, фактов, которые она может объяснить. Наоборот, исключить те факты, которые рассматриваются как не относящиеся к данной теории, не относящиеся к данной области знания. Вот это движение к целостности, оно и предполагает необходимость нескольких отрицаний. Почему? Ну, в познании это обусловлено тем, что нельзя познать все сразу. То есть, чтобы познать что-то определенное, вы должны с чего-то начать. Допустим, вы должны воспользоваться процедурой анализа и синтеза, вы должны начать с исследования одной части, другой. Короче говоря, что-то одно вы сначала должны исследовать более глубоко. Но это, разумеется, означает, что что-то другое будет исследовано менее глубоко. Но на каком-то этапе развития вашего исследования вы столкнетесь с тем, что вы испытываете некоторый недостаток в том, что заброшенная вами область исследования была оставлена как бы без должного внимания. Для создания целостной теории вам нужно полностью исследовать расчлененный вами предмет. Тогда вы должны вернуться к тому, что вы временно оставили. Вот этот вот поворот, если говорить о логике развития научной теории, он как бы и связан с отрицанием. То есть должно произойти отрицание, отрицание, второе отрицание. То есть первое отрицание в нашем примере было отрицанием как бы целостного видения предмета, тогда, когда вы выделили для исследования какую-то его часть. Второе отрицание – это отрицание вашего отрицания, то есть отрицание вашего исследовательского интереса к исследованию данной части целостной системы и переключение этого интереса на другую часть системы. Ну и когда вы завершите уже исследование этой другой части, вот тут и получится, что вы уже исследовали данный предмет целиком. Фактически это будет свидетельствовать о том, что вы создали завершенную теорию. Завершенную теорию. То есть второе отрицание, отрицание, отрицание свидетельствует о том, что развитие как бы пришло к относительному завершению, то есть оно завершилось по данному основанию. Это не означает, конечно, что развитие вообще прекратилось, вот так как не может прекратиться, допустим, превращение научного знания, но это означает, что вы пришли к относительной завершенности в рассмотрении ваших, того предмета, который составил цель вашего исследовательского интереса. Вот ну я начал с закономерности здесь некоторых познаний, и здесь я должен подчеркнуть еще одну принципиальную вещь. Дело в том, что особенность диалектики-то заключается в том, что это одновременно есть и теория, которая работает в области познания, и теория, которая объясняет развитие самого мира, то есть практически и познание мира, и развитие мира оказываются построенным по одним и тем же законам. Это, кстати, вот как раз очень большой козырь для того, чтобы опровергнуть агностическую позицию, позицию, которая считает, что познать мир невозможно. Диалектика как теория работает фактически и как антологическая теория, потому что мы можем создать некоторые представления о закономерностях развития мира, и она работает как теория, применимая к процессу познания. Такое совпадение, как вы понимаете, дает нам определенные гарантии в возможностях познания. Ну и то же самое, или почти то же самое, может быть представлено на уровне исследования общественной реальности. Ну, хрестоматийным, так сказать, примером здесь является изменение состояния общества, в том смысле, что при первобытном общинном строе мы имели дело с неразвитым обществом, и вся собственность находилась у людей в общем владении. Та элементарная, конечно, собственность, которой они владели, была общественной собственностью. Но затем выявилась недостаточность такого развития, поскольку это общество не имело надлежащих стимулов труда, не имело, так сказать, внутренних резервов для своего развития. В нем нарастали противоречия, в силу того, что отдельные люди стали приобретать какие-то личные вещи. Они, ну, причин этому много, это уже особый вопрос, почему они захотели оставить себе эти вещи. Одна из причин, в частности, связана с тем, что человек связывает с владением вещью свое достоинство. Достоинство, чем больше вещей у меня есть, тем более я достойный человек, есть такое мышление. Это можно подтвердить многими историческими фактами. Ну, например, хотя бы таким интересным обычаем, как Патлач, который представлял соревновательное уничтожение собственных вещей. То есть не приобретение, а уничтожение. Чем больше своих вещей я могу в соревновании уничтожить, тем больше, так сказать, я могу этих вещей. Тем, значит, более я богат, более я достоин. Ну, это частный пример. Ну, в общем, короче говоря, общество переходит к своему классовому состоянию, но оно не может развивать одновременно все свои элементы, как система в энергетическом плане. Поэтому некоторые элементы получают привилегированное развитие. Они становятся как бы господствующими элементами. Они создают такую систему материального производства, которая может дать им большие возможности для приобретения богатства. Но на каком-то этапе это проявляет себя как определенный недостаток. То есть оказывается необходимым развить и другие элементы системы. Вот. Тогда происходит второе отрицание. То есть первое отрицание был переход от общинной собственности к частной собственности. Второе отрицание представляет из себя переход к снова уже не общинной, но общественной собственности, которая, правда, может быть представлена в разных формах. Не обязательно в форме государственного владения, как это было, допустим, в опыте развития социалистических стран. Может быть и в другой форме. В форме акционерного капитала, в форме артельного владения, допустим, в форме частичного государственного владения, частичной собственности. Но так или иначе чувствуется необходимость восстановления каких-то форм общего общественной собственности. Ну, например, даже в современном нам обществе запрещено патентовать открытие фундаментальных наук. То есть открытие фундаментальных наук не могут стать коммерческой тайной, не могут стать чьей-то собственности. Это то, чем должны пользоваться все, потому что это необходимо для прогрессивного развития общества. То есть примеров в современном обществе в каких-то форм существования общего владения можно найти очень много. Так или иначе, вот это второе отрицание свидетельствует о том, что общество приходит по некоторому основанию к завершению своего целостного развития. Ну, может быть, не пришло еще в окончательном смысле, но так или иначе приходит. Вот. Ну, здесь надо разъяснить один очень принципиальный момент такой. То есть закон отрицания-отрицания, он фиксирует общую форму развития, он может как бы показать нам некоторые критерии, на базе которых мы можем выработать критерии совершенства, но он не может быть средством доказательства того, что определенный переворот в общественной жизни обязательно должен произойти. Почему не может быть доказательством? Потому что, в общем-то, мы же довольно произвольно выбираем то основание, по которому мы начинаем рассматривать процесс развития. Ну, вот, например, я в своем рассуждении выбрал в качестве исходного основания первобытное общество, где было общинное владение. Но я мог бы, так сказать, отнести это общество к предобществу и начать свое исследование с цивилизации. Цивилизация вся уже строилась на основе частной собственности, на основе классового антагонизма. И тогда у меня получилось бы некоторое другое основание для развития. То есть, закон отрицания-отрицания сам по себе не может быть средством доказательства того, что какой-то переворот в развитии общества обязательно произойдет. Например, он не может быть доказательством того, что обязательно когда-то должно возникнуть коммунистическое общество. И, кстати, классики марксизма никогда не использовали этот закон для доказательства того, что коммунизм обязательно сменит капитализм. То есть этот закон фиксирует общую форму развития, но он не является доказательством. Для того же, чтобы предвидеть какие-то итоги развития, нужно конкретно проанализировать всю систему существующих противоречий. То есть нужно показать, почему в обществе нарастают определенные противоречия, почему данное общество как система целостная не может существовать в своем прежнем состоянии. Например, не может существовать недоразвив каких-то своих элементов до того уровня, который необходим для обеспечения целостности в жизни данной системы. Вот тогда, когда я все это покажу, уже на основе конкретного анализа общества, допустим, тогда я могу делать какие-то предсказания относительно итогов общественного развития. Пока же я этого не сделал. Один закон отрицания отрицания я, конечно, использовать для такого доказательства не могу. Еще раз подчеркну, что завершение развития к некоторой целостности не предполагает, что развитие вообще прекращается. Допустим, если когда-то наше общество придет к такому завершению, а для меня это будет целостное человечество, конечно, с единым мировым правительством, с сохранением национальных традиций, но с преодолением национальных границ. Ну, в общем, это тоже тема отдельного разговора. Но это же не будет означать, что развитие человечества прекратилось. Все равно останутся другие противоречия, скажем, противоречия общества и природы. Будет нарастать необходимость, потребность в каких-то новых видах энергии. То есть развитие себя никогда не исчерпает, потому что не исчерпает необходимость. Не могут быть полностью ликвидированы противоречия. Развивающийся сущность, развивающийся объект всегда вступает в динамическое противоречие со своим окружением. Это противоречие нарастает, оно принципиально не может быть ликвидировано, а, соответственно, развитие не может быть принципиально остановлено. Ну и еще один пример, последний просто из области технологий, чтобы показать, что и в развитии технологий часто тоже развитие происходит в соответствии с диалектическими законами. И оно в целом соответствует тому закону диалектического синтеза, о котором я сейчас говорю. Ну, например, когда-то сталь начали производить в тигельных печах за счет продовки воздуха через жидкий чугун. Но это была не очень качественная сталь, процесс нельзя было точно контролировать. Поэтому этот процесс был заменен мартеновским способом производства, в котором продувка через жидкий чугун была устранена как элемент, сталь выплавлялась по-другому. Процесс был более длительный, но зато можно было контролировать его этапы и производить более качественную сталь. Сейчас, наоборот, мартеновские печи уже представляют из себя устарелый способ производства стали. Произошло возвращение как бы в бессимеровских конвекторах, опять получение стали за счет продувки, но уже не воздуха, а кислорода через жидкий чугун. То есть, видите, как бы возврат к старому, отрицание того, что было, но именно отрицание-отрицание, возврат к старому, но на новой основе, потому что продувается не воздух, а кислород, и потому что процесс контролируется совершенно электронной техникой, которая позволяет контролировать этапы и производить такую же качественную сталь, как и при мартеновском производстве. То есть, я вот вам привел три как бы области, процесс познания, процесс общественного развития и процесс развития новых технологий, и каждое развитие в этих областях оказалось соответствующим диалектическим законом. То есть, в них выполнялись, имели место качественные изменения, в них имела место борьба противоположностей, проявление второго диалектического закона, и в них в целом развитие соответствовало по форме закону диалектического синтеза. Вот, ну, теперь в завершение лекции я, как всегда, представлю вам контрольные вопросы. Вот, ну, на этом я с вами прощаюсь. Ну, сейчас еще вам будет предложена литература для изучения материалов данной лекции. Продолжение следует...